И снова здравствуйте! Снова с вами я, Михаил, канал Картавый Блогер. Снова небольшое количество посылок. Значит, что в плюсе? Услуга бесплатная, посредник работает худо-бедно. И у меня на канале начинают появляться вещи, которые для себя бы я не заказал, а людям они нужны, поэтому вы их видите. Начнем! И так, что это такое? Это синие квадратики. Что вы же мой? На самом деле нет. На самом деле это не просто синие квадратики. Это синие квадратики. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Как-то непонятно, нечетное число. В одной упаковке. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Не понимаю я, почему нечетное число идет. Ну да не суть. Что это такое? Это наклейка. То есть с этой стороны мы убираем бумажку. Под ней находится липкая, 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 липкая часть, которая клеится. Убирая вот эту вот синенькую полоску, мы увидим... Давайте попробую ее даже все-таки подцепить. Круто ж, блин. Видите? Зеркальная часть. Не буду дальше снимать. А то еще оставлены они отпечатки пальцев. Они там мои отпечатки пальцев. Абсолютно ни к чему не нужны. Это квадратики. Наклейки. Зеркальные. Они нужны для декорации. Как это может выглядеть в интерьере? Ну, если я сейчас наковыряю какую-то картинку, то вот в данный момент вы ее увидите. Если не наковыряю, ну не увидите. Надеюсь, я наковырял. Надеюсь, вы увидели. Вот такие вот квадратики. Очень по-разному можно использовать в интерьере. Вещь очень интересная. Продолжаем. Да, достаточно долгое время меня ушло на то, чтобы понять, как она заводится. Потому что, по идее, машинка должна была быть инерционной. То есть мы ее назад двигаем. Отпускаем. А, что-то куда-то шустро ездит. Пластик. Ну, видите, он какой-то слишком яркий. Я вот такие пластики боюсь. Да, помимо прочего, он имеет очень неприятный запах. Ну, я подозреваю, что после этого видео он благополучно пойдет в помойку. То есть вот такие вещи ребенку... Не знаю вообще, как он... Блин... Яркий. Пахнет отвратительно. Откровенная химия. Кто его знает, что за этим может последовать. Видео закончится. Машинка в помойку. Ссылку положу. Будете видеть. Будете знать, что покупать не надо. Так. Это было очень-очень-очень-очень давно. И неправда. Продавец отправлял стекла вот в таких упаковках. Клал в нем палочки китайские. Стекло цело. С палочками оно... Ни одно треснутое стекло ко мне не приходило. Продавец испортился. Или не испортился. Не знаю. В общем, на фотографиях у него до сих пор упаковка розничная красивая. По факту приходит вот в таких. Причем, да, вот в таких стекла обычно стоят, ну, там, явно не таких денег, как вот в розничной упаковке. Не знаю я пока, что с этим делать. Вроде брал-брал. К стеклам претензий не было. Все было хорошо. Но теперь, видимо, буду искать нового поставщика. Ребят, все прям по-серьезному. Смотрите, вот такой вот пакетик. Это называется ZIP-пакет. Здесь нарисованы их размеры, да. То есть, вот окружность тел, окружность шеи. И в зависимости от окружности шеи и тела, да, они предлагают выбрать размерной сетки. Запаха нету. Да, в этот раз запаха нету. Ну, летний вариант упряжки. Причем, под цирку, цирку, как правильно сказать. Цирку животных. Вроде как даже какая-то марка, да. Вот видите, на пакете тоже о них написано. Есть поводок. Карабинчик. Гадость какая-то, судя по всему. Ну, вот видно, да. В простеньке достаточно карабинчик. А все остальное, ну, достаточно неплохо сделано. Еще раз, да. Вот только-только выложил видео, еще не получил ответа в предыдущем видео. А очень меня интересует вопрос следующего характера. Нужно ли открывать новые каналы? Ну, знаете, вот сейчас вот я делаю распаковку. Вы не знаете, что находится в каждой отдельной упаковке. А есть отдельные маленькие видео. Они, ну, идут в разделы канала. Например, там, канал для животных. То есть, и в превьюшке отдельного видео, да, будет вот картинка, может быть, даже на собачке одета. И при нее все то же самое рассказано. Надо, не надо? Ну, оставьте, пожалуйста, комментарий на эту тему. А также, смотрите, вот вещи, которые пришли ко мне как бесплатному посреднику. Я их распаковал, после чего я их отдал тому, кто их заказывал. И человек берет, ну, например, вот эту шлейку, да, наденет на собаку, сфотографирует, посмотрит своими глазами, да, и даст свой отзыв. И вот этот вот живой отзыв вместе с фотографиями я размещаю в моей группе ВКонтакте. Ссылка на нее ниже к видео в описании есть. То есть, вы туда можете зайти, увидеть фотографию уже в деле, да, в данном случае на собачке. И реальный отзыв владельца этой собаки. Так, давайте дальше. Эти две посылки, эти две посылки должны дополнять друг друга, если я все правильно понял. Не знаю, надо или не надо, но на всякий случай скажу. Продавец это заявляет как цифровая фоторамка стоимостью 40 долларов. Да, для чего я это говорю? Потому что, ну, в некоторых странах пошлина, таможни и так далее и тому подобное, да, то есть надо учитывать, сколько вам укажут на упаковку. А внутри, как вы уже догадались, телефон Хомтон HT17 и дополнительно, я подозреваю, я не ошибся. Да, чтоб тебя. Так, давайте познакомимся с этим телефоном поближе. Ну, вы знаете, упаковочка достаточно простенькая. Судя по наклейке, мы видим то, что здесь будет голубой цвет. Есть еще розово-золотой, шампанское-золотой, светлый, наверное, золотой, а белый, черный и серебряный. Давайте посмотрим телефон поближе. Хотя нет, давайте, наверное, я потяну немножко и посмотрим, что у нас будет внутри. Внутри у нас будет адаптер сразу под европейскую вилку, будет кабель, будет силиконовый бампер, будет с инструкцией пользователя и будет вот такая вот гаденькая защитная пленочка. Пленку мы сразу отложим. Хотя, вы знаете, да, отложим. Достали сам телефон. Ну, вы знаете, достаточно неплохой цвет. Значит, вот здесь у нас прячется сканер отпечатка пальцев. Мягенькое нажатие кнопок. Ты будешь включаться? Смотрите, он не хочет включаться. Я подозреваю, на нем есть. Так, вот это второй телефон. Я уже не попадусь, я знаю, как они открываются. Вот мы находим. Видно, нет? Вот эту вот штучку, выемку. И нажимаю ее вниз. Да, что уж такое. Мы открываем заднюю крышку. Мы открыли заднюю крышку. Да, все как полагается. Аккумулятор, видите, защитной пленочкой закрыт. Что в плюсе? Телефон не подвергался никаким перепрошивкам. Он изначально, по идее, должен иметь наш русский язык. Так, снимем мы защиту. Значит, судя по надписям на аккумуляторе, да, 3,8 вольта он выдает. 3000 мА он имеет. Ну, вы знаете, достаточно неплохие характеристики. Два слота для сим-карт. И отдельный слот для карты памяти. Более точно информацию, какие частоты он дает, да, там, что-то еще. Ну, либо размещу в группе ВКонтакте, либо, если этот телефон станет регулярно ко мне ходить, это будет означать, а, то, что я буду снимать дополнительные видео, обзор о этом телефоне, какие-то более там раскрывать, плюшки, не плюшки, насколько он хороший. Давать технические характеристики и так далее. Б. Вы сможете всегда заказать его у меня. Ну, симпатично прозвучал. А сможете всегда заказать его у меня по цене продавца с отправкой из Москвы. Долетит достаточно быстро почтой России. Стоить это будет цена продавца, плюс стоимость пересыл. Это, как правило, 300 либо 700 рублей, в зависимости от того, с курьером или нет мы посылаем. Так, ну, смотрите, мы видим все на английском языке. Это неправильно. Надо искать настройки. Турбозагрузка, хоккнот. Что тут только нету. Язык. Deutsch. Интересует вас, нет? Espanyol. French. Польский. Румынский. Болгарский. Нет? Давайте русский. Проверка правописания от андроида. Какие вещи интересны. Голосовой ввод. Так. Ну, смотрим. Ну, смотрите, все на русском стало, все симпатично, все хорошо. Давайте посмотрим о телефоне. А номер телефона, уровень сигнала, юридическое. Андроид сразу стоит шестой. 5 сентября обновление безопасности. Прошивка модуля. Версия ядра. Номер сборки. Ну, не скажу, что он прям вот шибко громкий. Да, слышно, но вот немножко тиховато после моего нынешнего Lenovo. Тут относительно громкости. Относительно чего-то еще. Надо поближе, на самом деле, посмотреть, получше его поизучать, что-то ответить. Телефон достаточно большой, в руке лежит хорошо. Сканер отпечатка под указательный палец. По камере. Давайте попробуем посмотреть камеру, наверное. Да, не забываем, здесь сейчас пленочка. Аминь. Аминь. ну для своей цены по моему вполне неплохая камера на самом деле вот как выглядит этот телефон еще один такой мне идет не помню какой цвет вполне возможно это для моей тещи а у нее сейчас обыкновенный телефон да и хотелось бы видеть внука да ну и следовательно ватсап чтобы можно было посылать вот на этот агрегат не уйдет 3000 миллиампер вполне неплохо сканер отпечатка и ни к чему но при всем при этом цена абсолютно бюджетная почему бы нет к вам есть какие-то вопросы по телефону задавайте в комментариях либо пишите в личку да будет много вопросов попробую снять видео выложить видео ответ будут какие-то маленькие короткие простые понятные вопросы да ну просто отпишусь вам но не более того а брал я его насколько помню у м g следовательно особых проблем никаких можно смело продавца рек могу смело продавца рекомендовать у него все хорошо по стеклу категорически не понимаю я вот это вот ерунды видимо все таки вот продавца стекол мне наверное менять надо будет потому что под камеру вырез есть а под датчик вырезы нет а собственно говоря да я всегда был удивлен то что под камеру не делают вырез вырез делают только под датчик а здесь ну наоборот да то есть камера через стекло она без проблем просвечивает того датчик он может давать там достаточно серьезные проблемы то есть он может считать то что у тебя что-то близко к нему находится что вы прислонили телефон к уху да и вы включаете а он его выключает две пленки не будет она работать через две пленки ну это не совсем правильно конечно так проверять есть вопросы задавайте по стеклам не скажу ничего да надо по предмет не посмотреть продается меня расстраивает поэтому прям сильного восторга как раньше я уже не вижу подписывайтесь на канал если понравилось обязательно комментируйте да то есть вопросы пожелания хотите меня поругать напишите комментарии поругайте а я их не удаляю то есть я их изучаю мне они интересны это позволяет делать более интересное видео для зрителя заходите в группу вконтакте бла-бла-бла блу-блу-блу как говорится до скорых встреч что это такое нет синие квадратики суши надо заново это будет так на а а и 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